Очень аппетитный, надо сказать, получился бургер с яйцом. Вот кто-то может приготовить такой бургер у себя дома, кто-то может приготовить этот бургер в лесу, да, если вдруг поехал с палатками, ну а кто-то мечтает только о шведском столе, и вот уже мечтает запаковать чемоданы и отправиться отдыхать куда-нибудь к морю на недельку-другую. Ну что ж, хочется сказать, у каждого свои предпочтения, но если вы все-таки собрались куда-то ехать и отдыхать, мне кажется, стоит позаботиться о своем домашнем питомце, потому что без вас и без особого ухода ему просто не выжить. Да, и отдадите вы своего домашнего питомца на передержку родственникам или друзьям, а может вы попросите соседей кормить своего любимого кота или собаку решать только вам. Да, вот есть еще гостиница для кошек, о ней мы сейчас и поговорим. Прямо сейчас с нами на прямой связи по скайпу Лилия Герасимова, управляющая гостиницей для кошек Муркина дача. Лилия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Лилия, скажите, пожалуйста, что из себя представляет гостиница для кошек? У каждой свой отдельный номер? Ну, гостиница для кошек – это зоогостиница, в которую владелец питомца может оставить своего котика или кошечку на время своего отсутствия. То есть, например, кому-то нужно уехать в отпуск или в командировку. Бывают ситуации, когда нужно пройти какое-то плановое обследование в больнице. И не всегда есть возможность оставить питомца кому-то из своих родственников. Поэтому существует зоогостиница. Скажите, вы прямо сейчас находитесь там, в зоогостинице? Нет, к сожалению. На данный момент я нахожусь не в зоогостинице. Тогда расскажите нам, в каких условиях содержатся животные и вообще, как это выглядит. У них есть какой-то специальный распорядок дня. Свой номер душ. Смотрите, да, наша зоогостиница была специально спроектирована для нужд именно хвостатых питомцев, именно для кошечек и кошек. Это отдельное здание, в котором есть специальные номера для кошек. Они у нас трехуровневые. В номерах есть специальные поводки, на которых кошечки могут перемещаться, прыгать, подниматься на самые верхние уровни. Есть окошечко с подоконником, где кошка может сесть на окошечко и наблюдать за тем, что происходит на улице, за птичками и так далее. Лиля, скажите... Есть уровень, на котором... Ну, мы поняли. Там очень много уровней. Да, а скажите, пожалуйста, вот когда хозяева оставляют своих питомцев, они же действительно очень сильно за них переживают. Мы видим, что у вас там все хорошо, красиво. А вот сам хозяин, он может как-то отследить, как его кошакет вот в этот момент себя ведет? Что он делает в этот момент? Конечно, может. Обязательно мы заключаем договор с нашим владельцем питомца. Мы просто обязаны предоставлять ему минимум два раза в день информацию о том, как проживает его питомец. Посредством мессенджера, ватсап, вайбер, электронная почта. Ну, то есть по желанию владельца, как он захочет. Обязательно предоставляем видео или фотографии. А учитываете вы какие-то привычки того или иного котейки? Допустим, ему можно взять с собой свои игрушки. Свою подружку. Обязательно. Конечно, кошки привыкают к своему запаху, к своей обстановке. И поэтому мы даже рекомендуем взять с собой какую-то игрушку любимую вашего котенка, либо какое-то покрывало, на котором он привык спать. Это минимизирует стресс, позволяет быстрее адаптироваться к новой ситуации, в которой котик оказался. Поэтому это даже мы рекомендуем сделать. Какова максимальная продолжительность вот такого уикенда у котейки, может быть? Ну, мы не ограничиваем сроки. Мы можем просто обозначить, какое самое длительное пребывание у нас было у котика. Прошлым летом у нас одна кошечка отдыхала два с половиной месяца. Я думала, вы сказали. В Европу у нас... Ну, хорошо, отдохнула, видимо, кошечка. А скажите, пожалуйста, вообще это дорогое удовольствие? Сколько стоит проживание в сутки? Проживание в сутки стоит у нас стандартное до 7 дней 400 рублей. Если предполагается, что кошечка или котик будет жить длительное время, у нас есть система скидов. То есть процентов 10-15 в зависимости от срока проживания мы также предоставляем. Плюсом, как бонус, для тех, кто длительно проживает, у нас есть бесплатный трансфер. Потому что кошечку нужно иногда срочно забрать и срочно вернуть обратно хозяевам. Такая услуга у нас тоже доступна. Это замечательно. Лилия, большое вам спасибо за то, что вы вышли с нами на связь. Пусть все коты и кошки будут здоровы и чувствуют себя прекрасно. С нами на связи управляющая гостиницей для кошек Муркина дача Лилия Герасимова. Ну, а прямо сейчас давайте перейдем к спортивным новостям. Мы дадим слово Сан Санычу Медалеву, наш спортивный обозреватель.